Улей рута на 10 рамок. Сегодня в пчеловодстве используются различные модели ульев, каждая из них имеет определенные особенности конструкции. Сегодня одним из распространенных вариантов жилищ для пчел является улей рута. Улей рута на 10 рамок. Улей рута по своей конструкции является уникальным жилищем для пчел, так как в нем используются одинаковые магазины. Благодаря такой особенности пчеловод может в любой момент превратить магазин в полноценное гнездо. Правда, потребуется добавить необходимые элементы. Стандартные размеры улья рута 10 рамок составляют 446-232 мм. В зависимости от используемых рамок могут быть разные корпуса, но чаще всего для стандартных элементов рута используется корпус на 10 рамок. Отличительной особенностью конструкции, которую проработал Ангстрота, является уменьшенные размеры в ширину, что делает домик для пчел более компактным. Большие отделения для гнезд повышает плодовитость маток. Семья пчел очень быстро растет и с ней растет объем получаемого меда. Улей рута на 10 рамок. Принцип использования ульев лангстрона рута очень прост. Он основывается на естественном поведении пчел после зимы. Корпус, где располагались пчелы, перемещается на второй ярус с рамками. Его заполняют сушью и вощиной. После спячки все хотят перебраться в более теплое место, здесь же через некоторое время появляется матка. Затем корпусы меняют местами и между ними устанавливают пустой. Важно! Нюансом естественного поведения пчел является наполнение сот медом сверху вниз. При образовании в жилище пустого пространства пчелы автоматически стремятся воссоединиться и заполняют образовавшуюся пустоту сотами с медом. Через 2-3 недели, когда семья полностью восстановится после зимы, корпуса снова следует поменять местами, а в центр добавить пустой. Пчелы вновь заполняют пустое пространство. При этом следует корпус с маткой накрыть сеткой, через которую сможет проникать рабочая насекомая, но не матка. Важно! Так как при работе с ульями рута потребуется постоянно менять корпуса, то его использование актуально для местности с теплым климатом. В связи с тем, что пчелы постоянно заняты восстановлением жилища, у них мало времени на подготовку к зимовке. Но многие пчеловоды нашли выход из этой ситуации. Они закармливают зимой трудяк сахаром. В чем отличие ульев рута от дадан? Чтобы понять, в чем различие ульев дадана от рута, требует разобраться с конструктивными особенностями первого. На заметку, жилища для пчел дадан рекомендуется использовать начинающим пчеловодам. Основное отличие ульев дадана от рута, в особенностях ведения пчеловодства. Имеются различия не только в принципах содержания, но и в строении самого улья и способе изъятия ценного продукта. На чертеже улья рута на 10 рамок сразу видны все отличия. Улья дадан состоит из 12 рамок с параметрами 300 на 435 мм и магазинов с полурамками с параметрами 145-435 мм. Порядок использования этих ульев заключается в следующем. Во время зимовки семья располагается в одном гнезде. В конце зимы пчел подкармливают сахаром. Весной проводят проверки семейства, выполняют выставочные работы, ставят рамку с ващиной. После того, как насекомые окрепнут, добавляется магазин с рамками. Пчелы начинают их заполнять, готовясь к зиме. После заполнения можно изымать мед. Дополнительно можно вместо магазина ставить рамки, так некоторые используют дополнительный магазин. Улей дадан многокорпусный. Как видно, систем работы с ульями дадан несколько, сам пчеловод определяет для себя наиболее приемлемый. При этом следует учитывать многие факторы, климатические условия, уровень опыта пчеловода и т.д. Какой лучше однозначного ответа на вопрос, какой улей лучше дадан или рута, нет. Каждый из них имеет свои особенности. Выбирая один из этих вариантов, следует помнить, что замены комплектации и приобретение новых домиков достаточно затратное дело. Поэтому следует определиться перед покупкой, какая система пчеловодства будет использоваться. Интересный факт. За рубежом большей популярностью пользуются рутовские ульи, а пчеловоды постсоветских территорий чаще склоняются к дадановским домикам. Зимовка пчел в одном корпусе рута. Многокорпусные рутовские ульи при правильной сборке организации гнезда в достаточном корме и без наличия болезней очень удобен для организации зимовки пчел. Сильные и средние семьи зимуют в двух корпусах. Для небольших семейств организовывается зимовка пчел в одном корпусе рута. В верхнем отделении собирают сжатое гнездо на полномерных сотах, чтобы насекомые могли в нем перезимовать. При организации сжатого гнезда количество сот, наполненных медом, должно быть на один меньше, чем у лучи пчел. Для отражения тепла обратно в корпус используют заградительные доски гейомик, которые устанавливаются с обеих сторон стенок. В нижнем корпусе следует расположить не более пяти сот, которые являются маломерными. Мед, который потребуется пчелиной семье для зимовки, следует хранить в запасниках. Для организации теплого жилища поступают следующим образом. На рамки верхнего корпуса укладываются утепление и пленка ПВХ. Они образуют хорошую теплую шапку. В верхнем корпусе открывается круглый литок, а также щелевой в дне. Благодаря тому, что насыщенный отработанный воздух сад будет выходить наружу через верхнее отверстие, внутренне будет собираться пар. Соответственно, не стоит беспокоиться за появление сырости. Корпус рута улей рута – методы пчеловодства. Использование многоуровневых ульев на целено на увеличение меда, при этом не требуется заострять внимание на содержание каждой отдельной семьи. Благодаря особенностям конструкции получается работать со многими семьями вместе. Не уделяя внимания каждый, пора мощно осматривают только малое количество, где выращиваются матки. При подобном методе разведения пчелосмотра производится следующим образом – осматривается несколько рамок по результатам осмотра. Определяются нужные действия – убрали и подставили. Важно! Все действия выполняются без разборки непосредственного гнезда – полные осмотры проводятся крайне редко. В целом интенсивное пчеловодство с использованием ульи фрута получается грубее, но при этом оно наиболее эффективно. Существует несколько методов, которые помогают достичь разных целей – если установить корпус сверху, то в результате им очень быстро наполнится медом при хорошей вязке. Если его установить в центральной части у насекомых, взыграет природный инстинкт, и они очень быстро объединяют гнездо в единое целое. Опускание корпуса вниз может защитить отчелы от переохлаждения. Он будет заполнен только при необходимости нового свободного места. Из-за редких осмотров следует выбирать более свободные ульи. Это поможет избежать образования раев. Этого не допускают. Сначала плавно выводят из семейства маток, затем проводят разделение семей. Действия должны проводиться одновременно. Аналогичным образом производят замену маток. Пчелы – система пчеловодства рута. Многокорпусная система пчеловождения рута заключается в игнорировании нюансов развития отдельных семейств. Для отделения матки в двух корпусах используется специальная ганемановская решетка. Она разделяет матки в различных корпусах. Система пчеловодства рута имеет определенный минус. Пчелам постоянно потребуется проникать через пруться решетки. Это немного снижает производительность и период жизни насекомых. Достоинств многокорпусной системы пчеловодства намного больше первоначально известно, где нет. В улье матки очень удобно проводить сортировку рамок на отбраковку, в них не будут располагаться личинки, отсутствуют рамки к выкачке, в которых есть расплод. Хозяин сам принимает решение, какие суты заполнять медом, а какие – сиропом для зимовки. Благодаря тому, что готовые рутовские ульи имеют типовые размеры, намного проще проводить процесс отбора добавки замены. Многокорпусные ульи рута пришли в пчеловодство еще в советские времена, но и сегодня не теряют своей актуальности, благодаря продуманной конструкции.